Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. В этом видео рассмотрим свеклорезки, их классификацию, устройство и принцип действия и конструкцию ножей свеклорезок. Для извлечения сахара из свеклы диффузионным способом свекле необходимо придать вид стружки. Процесс получения стружки из свекловичного корня осуществляется на свеклорезках при помощи диффузионных ножей, установленных в специальных рамах. Производительность диффузионной установки и содержание сахара в обессахаренной свекловичной стружки в очень большой степени зависит от качества стружки. Свекловичная стружка, получаемая на свеклорезках в настоящее время, может быть желобчатой или пластинчатой формы. Толщина нормальной стружки составляет 0,5 мм. Поверхность стружки должна быть гладкой и без трещин. Слишком тонкая стружка нежелательно, так как она деформируется, сбивается в комки и ухудшает циркуляцию сока в диффузионных установках. Качество свекловичной стружки принято определять длиной свекловичной стружки в метрах в навеске массой 100 грамм. Хорошим показателем качества стружки может являться проницаемость ее слоя при определенных температуре и давлении на слой. В Швеции для оценки качества стружки принимается так называемый шведский фактор, который является отношением массы стружки, имеющей длину более 5 сантиметров, к массе стружки длиной менее 1 сантиметра. Хорошей считается стружка, для которой шведский фактор больше 10. Для получения качественной свекловичной стружки на центробежных или дисковых свеклорезках необходимо, чтобы свекла в процессе изрезывания с достаточным усилием прижималась к поверхности ножей и внутренней поверхности барабана или диска свеклорезки. Для центробежных свеклорезок с диаметром барабана 1200 миллиметров при скорости резания 8,2 метра в секунду давление на внутреннюю поверхность барабана составляет около 40 килопаскаль. А для дисковых свеклорезок при высоте слоя свеклы в бункере 3 метра 30 килопаскаль. Действительное давление корнеплода свеклы при изрезывании не может быть постоянным, так как в процессе работы центробежной свеклорезки изменяется величина центробежной силы и площадь опорной поверхности корнеплода свеклы. А при работе дисковой свеклорезки изменяются высота столба свеклы над диском свеклорезки и площадь опорной поверхности свеклы. Действительное давление от действия центробежной силы в барабанной свеклорезке может составлять около 80 килопаскаль. Усилие при прижатие свеклы к ножам при изрезывании здоровой свеклы и средней толщине стружки в 1,2 миллиметра составляет для острых ножей 20 килопаскаль и для затупившихся ножей 40 килопаскаль. При увеличении толщины стружки усилие прижатия будет увеличиваться. Для лучшего прижатия свеклы в процессе изрезывания к поверхности ножей в центробежных свеклорезках устанавливается улитка с лопастями, а в дисковых специальные прижимы. Независимо от конструкции свеклорезки при изрезывании свеклы на свекловичную стружку необходимо учитывать силу трения свеклы о поверхность ножа и усилие срезания стружки. Силы трения также называют усилием подачи. Силы, действующие на клетке свеклы при срезании свекловичной стружки и силы трения представлены на рисунке на слайде. Также на рисунке представлены формулы для расчета этих сил. Из уравнения 2 и 3 видно, что увеличение переднего угла уменьшает усилие резания, а уменьшение его или при увеличении угла заострения увеличивает усилие резания и усилие при сжатии свеклы к ножу. При срезании стружки в клетках свеклы под действием лезвия ножа возникают напряжения сжатия, увеличивающиеся по мере вдавливания лезвия в ткань. Под воздействием этих сжимающих напряжений клетки свеклы у лезвия деформируются, после чего передние и задние поверхности ножа соприкасаются с соседними клетками и вклиниваются в тело свеклы. В результате в прилегающих клетках возникают нормальные напряжения растяжения. Когда сжимающие напряжения достигают своего предела, клетки свеклы под лезвием ножа разрушаются. В этот момент, ввиду того, что клетки свеклы оказывают наименьшее сопротивление растягивающим нормальным напряжениям, часть клеток, прилегающих к лезвию и передней поверхности ножа, отрывается, образуя опережающую трещину. Направление трещины совпадает с направлением вектор скорости резания. Через некоторое расстояние L, названное длиной трещины, направление трещины изменяется и стружка раскалывается. Глубина трещины ΔТ бывает различной и зависит от качества свеклы и заточки ножа. На основании вышеизложенного перепишем формулу усилия срезания стружки. Формула представлена на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. Проведенные исследования при срезании свекловичной стружки различной геометрической формы показали, что чем меньше усилия затрачивается на срезание стружки при прочих равных условиях, тем выше ее качество. Из формулы, приведенной на слайде, видно, что усилия резания будет тем больше, чем больше прочность свеклы. Длина опережающей трещины L и радиус округления лезвия ножа R малая. Очень важно отметить, что длина и глубина опережающей трещины при получении стружки зависит не только от толщины стружки H, но и в большей степени от B и R малая. С увеличением последних они быстро возрастают. При изрезании свеклы гребенчатыми ножами необходимо учитывать режущую грань ребер и относительное укорочение свекловичной ткани между смежными ребрами. Исследования показали, что величины, входящие в формулу, зависят от качества свеклы и ее биологических свойств и находятся в пределах, представленных на слайде. Удельное усилие резания свеклы составляет в среднем 6,85 до 14,7 Нм. Коэффициент трения свеклы о поверхности ножей равен 0,25. А свекла срезается при давлении на внутреннюю поверхность корпуса центробежной свеклорезки в пределах от 0,5 до 0,8 мегапаскалей. Классификация свеклорезок. Классификацию машин для изрезывания свеклы можно дать, исходя из взаимоотносительного движения свеклы и режущих устройств, а также исходя из конфигурации узла, в котором установлены режущие устройства. На слайде представлена классификация свеклорезок по конфигурации режущего устройства. В центробежных свеклорезках рамы с ножами закреплены в вырезах вертикально установленного корпуса. Свекла, поступающая в свеклорезку, перемещается относительно ножей при помощи ротора улитки и прижимается к ножам при помощи центробежной силы и заклинивающего действия лопастей улитки. В дисковых свеклорезках ножи с рамами устанавливаются в вырезах горизонтально вращающегося диска. Свекла же находится в неподвижном состоянии и прижимается к ножам под действием собственной массы и при помощи специальных прижимов. В барабанных свеклорезках ножи с рамами закреплены в вырезах стенки горизонтально вращающегося барабана. Свекла находится внутри барабана, удерживается от вращения вместе с барабаном и прижимается к ножам специальными устройствами. На центробежных свеклорезках при нормальных условиях эксплуатации получают стружку наилучшего качества. При этом расходуется наименьшее количество ножей при изрезывании 100 тонн свеклы, по сравнению с другими конструкциями свеклорезок. Ножи свеклорезки можно менять на ходу. Производительность свеклорезок можно регулировать изменением частоты вращения ротора и количеством работающих ножей. Дисковые свеклорезки потребляют меньше энергии, чем центробежные и барабанные. На них можно получить хорошую свеклорезку, но расход ножей на изрезывание 100 тонн свеклы больше по сравнению с другими конструкциями. Для замены ножей свеклорезку необходимо останавливать. Барабанные свеклорезки просты по устройству, но в процессе эксплуатации потребляют большое количество ножей и энергии. Стружка получается низкого качества и смена ножей осуществляется только при остановке. Ко всем типам свеклорезок предъявляются одинаковые требования. Высокая производительность, высокое качество свекловичной стружки, простота и удобство обслуживания и ремонта, надежная и экономичная работа. Центробежные свеклорезки. На отечественных производствах получили распространение центробежные свеклорезки трех типов. СЦБ-12, 12 равное с нерегулируемым приводом, СЦБ-12А, 12 равное с регулируемым приводом и СЦБ-16М, 16 равное с регулируемым приводом. Также на производствах используются аналоги центробежных свеклорезок типа СЦБ, выпускаемых в КНР. Центробежная свеклорезка СЦБ-16М. Ее схема представлена на слайде. Свеклорезка состоит из следующих узлов. Цилиндрического корпуса 2, трехлопастной улитки 3, конического редуктора 6, привода, состоящего из редуктора 23 и электродвигателя 24, верхнего кожуха 20, нижнего кожуха 12, загрузочного бункера 1, ножевых рам 21, лебедки 22 и пальчатого гидравлического шибера 25. Цилиндрический корпус свеклорезки имеет 4 съемные оппортные лапы 5, которыми свеклорезка устанавливается на металлическом каркасе. В корпусе 7 конического редуктора помещаются вертикальный вал 8 и горизонтальный вал 11 на подшипниках 10, 15, 16, 18 и 19. Для вращения вертикального вала в редукторе установлена коническая пара шестерен 9 и 14. Конические шестерни смазываются маслом, находящимся в нижней части корпуса редуктора. Для контроля за уровнем масла на конце трубки 17 устанавливается маслоуказатель. Масло спускается из нижней части редуктора по трубке 13. Верхний и нижние подшипники вертикального вала конического редуктора смазываются консистентной смазкой при помощи колпачковых масленок. Например, такой консистентной смазкой являются Солидол и Литол 24. Принцип действия свеклорезки заключается в следующем. Загрузка свеклы в свеклорезку производится через загрузочный бункер. В корпусе 2 свеклорезки свекла увлекается вращающейся улиткой 3 и под действием центробежной силы прижимается к режущей кромке ножей, скользя по которым постепенно изрезывается в свекловичную стружку. Свекловичная стружка через проемы ножевых рам выпадает в пространство между корпусом свеклорезки и кожухом 20 и затем через отверстие нижнего кожуха 12 поступает на дальнейшую переработку. Ножевые рамы с набором ножей устанавливаются в гнезда корпуса свеклорезки плотно без шатаний. Для того, чтобы рамы составлялись корпусом свеклорезки внутреннюю поверхность одного радиуса, после установки их протачивают вместе с корпусом. Корпус свеклорезки имеет ремонтные накладки 26, которые позволяют неоднократно протачивать его. Обычно запасные рабочие рамы вместе с корпусом свеклорезки протачиваются один раз в сезон сахароварения. Для замены ножей в рабочем состоянии свеклорезка имеет реечный механизм 22, которым ножевая рама поднимается из-за своего гнезда, а на ее место входит глухая рама. Глухая рама устроена таким же образом, как и рабочая, только не имеет отверстий для установки ножей. Реечный механизм можно перемещать по верхнему краю корпуса свеклорезки и устанавливать над любой ножевой рамой. При попадании тяжелых примесей в свеклорезку и в случае необходимости прекращения подачи свеклы, включается штыревой шибер 25, перекрывающий доступ свеклы в корпус свеклорезки. При переработке волокнистой свеклы диффузионные ножи часто забиваются волокнами и получить стружку хорошего качества невозможно. Для очистки ножей применяется продувка их паром или сжатым воздухом с избыточным давлением 0,7 мегапаскаль. Пар или воздух к ножам необходимо подводить так, чтобы они сдували волокна с ножей, а не прижимали их к режущей кромке. Наибольший интерес из деталей центробежных свеклорезок представляет цилиндрический корпус свеклорезки SCB12, представленный на слайде. Изготавливается он из чугуна марки SC2848. Масса корпуса составляет 1100 кг. Ножевая и глухая рамы устанавливаются в окна 5 при отводе планки 6 в сторону. Глухая рама опирается на кольцо 3, а ножевая рабочая рама устанавливается в определенном положении по вертикали при помощи регулирующего болта 7. На слайде представлены технические характеристики центробежных свеклорезок SCB12, SCB12A, SCB16M. Центробежная свеклорезка с гидравлическим подъемом улитки. На слайде представлена схема конструкции 16 равной центробежной свеклорезки с гидравлическим подъемом улитки. Улитка, поднимаясь или опускаясь, закрывает или открывает определенную часть режущей кромки ножей. Чем и регулируется производительность свеклорезки при постоянной скорости изрезывания свеклы. Общий вид свеклорезки показан на слайде. Конструктивно она отличается от свеклорезки SCB16M наличием устройства для подъема улитки. Улитка 6 жестко соединена с шлицевой втулкой 4, которая закреплена на толкателе 2 при помощи фланца 3 и гайки. Соединение плотно закрыто обтекателем 1 во избежание попадания посторонних примесей. На верхней конической части ведомого пустотелого вала 9 жестко закреплена шлицевая муфта 5. Таким образом, улитка вместе со шлицевой втулкой при помощи толкателя может перемещаться вдоль шлицевой муфты ведомого вала. Толкатель перемещается вверх и вниз при помощи гидравлического механизма подъема 14, который состоит из неподвижной части 35, закрепленной стяжным болтом 34 со станиной 33 и верхней подвижной части 31. Подвижная часть состоит из крышки, в верхней части которой установлена вращающаяся опора 30 толкателя улитки и цилиндра 36. Гидравлический механизм подъема приводится в действие от маслонасосной станции. В зависимости от производительности диффузионного аппарата колонка дистанционного управления 10 включает серводвигатель 11, который воздействует на золотниковое устройство 12, регулирующее количество поступающего масла в полость 32 между подвижной и неподвижной частями механизма подъема. От количества поступившего в механизм подъема масла зависит положение нижней части улитки по отношению к высоте режущей кромки ножей и следовательно от этого зависит производительность свеклорезки. Центробежная свеклорезка с коническим корпусом. Основными предпосылками для разработки конструкции были получение при небольших скоростях резания свеклы более толстой стружки, которые необходимы для нормальной работы большинства типов диффузионных аппаратов непрерывного действия и улучшение качества стружки в нижней части режущей кромки ножей корпуса свеклорезки. Установлено, что в центробежных свеклорезках свекловичная стружка, изрезанная нижней частью ножей, получается худшего качества. Объясняется это уменьшением величины усилия прижимающего свеклу к нижней части режущей кромки ножей и стремлением свеклы подниматься кверху под действием центробежной силы. Сохранить величину прижимающего усилия постоянной по высоте корпуса свеклорезки можно благодаря применению конического корпуса. В представленной конструкции свеклорезки потери усилия прижатия свеклы за счет центробежной силы компенсируются увеличением столба свеклы над улиткой, расширением загрузочного бункера 4 и установкой прижимающих устройств 25 с нижней винтовой поверхностью. На слайде показано устройство корпуса свеклорезки. Отрицательное влияние на качество свекловичной стружки оказывает перемещение корней свеклы по высоте ножей. В конической свеклорезке можно изрезывать свеклу без ее перемещения вдоль режущей кромки ножей, но для этого с учетом прижимающих сил угол наклона, образующий корпуса к вертикали должен быть больше 30 градусов. Конструктивно изготовить корпус с таким углом очень трудно и он принят в 20 градусов. Наличие конической улитки и корпуса позволяет регулировать зазор между ними, выдвигая и выдвигая улитку. Такое перемещение обеспечивается креплением верхней опоры 3 в подвижной втулке и установкой нижней опоры в специальной втулке 12. Сбрасывание стружки из нижней части кожуха на транспортер осуществляется лопастным диском 14. В корпусе свеклорезки имеется отверстие 8 для выброса камней и свеклы на площадку свеклорезки. Отверстие закрывается складным щитком. В верхней части цилиндрического бункера встроен приемник 2 для возврата выброшенной свеклы. Для плавного регулирования частоты вращения улитки в системе привода установлена гидромуфта 17. Прекращение подачи свеклы в свеклорезку осуществляется при помощи шиберов с приводом от пневмоцилиндров. На общем виде этот узел не показан. Производительность свеклорезки с 12 ножевыми рамами 2000 тонны в сутки. Мощность двигателя привода 75 кВт. Как видно из приведенных данных свеклорезка SCB16M в полтора раза производительнее SCB12. Однако ее масса в два раза выше, а мощность электродвигателя на треть. Дисковые свеклорезки. Дисковые свеклорезки в основном выпускаются зарубежными машиностроительными фирмами. Сейчас на экране вы видите демонстрацию страниц сайтов производителей дисковых свеклорезок. Ссылки на эти сайты вы можете найти в описании к видео. Дисковые свеклорезки с верхним приводом. Дисковые свеклорезки имеют число рам в дисках от 16 до 28. Обычно число рам является четным. Дисковая 26 рамная свеклорезка с верхним приводом состоит из следующих основных узлов. Корпуса 21, диска 10, с ножевыми рамами 12 и ножами, бункера для свеклы 22, привода и устройства 17 для предохранения ножей от порчи при попадании тяжелых примесей в свеклорезку. Корпус свеклорезки 21 установлен при помощи опор 19 на металлическом каркасе. Он представляет собой литую чугунную деталь имеющую два направляющих лотка. Лотки образованы двумя стенками расположенными концентрически и двумя торцевыми стенками, одна из которых вертикальная, а другая наклонная. Эти стенки образуют пространство переменного сечения – зажим, в которое поступает свекла при ее изрезывании. На горизонтальной площадке зажима устанавливается устройство 17 для предохранения ножей от порчи при попадании тяжелых примесей и люк 18 для замены ножевых рам. К корпусу свеклорезки крепится бункер 22 для свеклы. На внутренних приливах корпуса установлен угловой редуктор 11. На конце вала 13 редуктора закрепляется диск 10, в отверстие которого вставлены ножевые рамы 12 с ножами. Диск свеклорезки приводится во вращательное движение от привода с регулируемой или постоянной частотой вращения. Привод с регулируемой частотой вращения диска включает в себя электродвигатель 7, гидромуфту 6, устройство 5 для ручной и дистанционной регулировки количества поступающего масла в гидромуфту, электромагнитную муфту 4 и устройство 3 для вращения диска во время замены ножевых рам. Привод с постоянной частотой вращения диска состоит из тех же узлов, что и привод с регулируемой частотой только не имеет гидромуфты. Устройство для вращения диска во время замены ножевых рам состоит из электродвигателя мощностью 1,5 кВт и червячного редуктора, червячное колесо установлено на входном валу углового редуктора при помощи подшипника и обгонной муфты. Обгонная муфта позволяет при выключенном приводе свеклорезки периодически вращать диск с меньшей частотой вращения. При работе привода свеклорезки обгонная муфта выключает устройство для периодического вращения диска. Принцип действия свеклорезки заключается в следующем. Свекла из автоматических весов поступает в бункер 22 и затем в прижимы 9. Загрузочный бункер и прижимы предназначены для постоянной подачи свеклы на диске 10 под таким давлением, которое способствовало бы получению стружки одинаковой толщины. Для лучшего заполнения корпуса свеклорезки свеклой делают не более двух прижимных каналов. Для получения хорошей стружки высота слоя свеклы в бункере должна составлять от полутора до двух метров. При слое 0,8 метра свекла недостаточно прижимается к диску и вращается вместе с ним. Для предотвращения вращения свеклы вместе с диском в самом низком месте канала устанавливают контрножи на расстоянии не более 4 мм над верхней кромкой ножей. Так как контрножи задерживают попавшие в свеклорезку посторонние примеси, над ними устанавливают люк для свободного доступа к ним. Поступившая на диск свекла изрезывается ножами, установленными в рамы 12, на свекловичную стружку. Средняя скорость изрезывания свеклы составляет около 8 метров в секунду. Наличие гидромуфты в системе привода свеклорезки позволяет изменять эту скорость в пределах 1 к 3. Однако регулирование скорости резания имеет свои пределы. Оказывается, что при меньшей скорости изрезывания уменьшается содержание мезги в свекловичной стружке, но зато толщина ее увеличивается. Свеклорезка обычно оборудуется продувочным устройством для ножей, которое устанавливается за люком для замены ножей таким образом, чтобы направление продувки совпадало с направлением резания свеклы. Это устройство представляет собой газовую трубку, перфорированную по всей длине. Для продувки применяется пар или воздух под давлением 0,7 мегапаскалей. Техническая характеристика дисковой свеклорезки с верхним приводом представлена на слайде. Как вы видите, число рам равно 26. Диаметр диска 2,2 метра. Частота вращения от 43 до 66 оборотов в минуту. Мощность электродвигателя 1,5 кВт. А частота вращения вала 1500 оборотов в минуту. Дисковые свеклорезки с нижним приводом. Принцип действия свеклорезки ничем не отличается от дисковых свеклорезок с верхним приводом, рассмотренных ранее. Корпус свеклорезки, бункер и диск устроены так же, как и у дисковых свеклорезок с верхним приводом. Конструкция ее отличается устройством нижнего привода. Кинематическая схема привода представлена на слайде. Наличие в системе привода четырехдискового клиноременного вариатора позволяет изменять частоту вращения диска свеклорезки во время работы в пределах от 49 до 74 оборотов в минуту. И следовательно, изменяется производительность свеклорезки. Вариатор может быть управляем вручную от штурвала или автоматически от ленточных весов, взвешивающих свекловичную стружку. На современных свеклорезках могут использоваться весы с тензодатчиками, которые подключены к частотным преобразователям, которые в зависимости от массы свекловичной стружки регулируют частоту вращения ведущего вала. Для поворота диска свеклорезки во время замены ножевых рам применяется специальное устройство. Принцип его действия легко можно представить взглянув на кинематическую схему. После прекращения вращения диска свеклорезки специальное устройство позволяет поворачивать диск в том же направлении, в котором он вращается во время работы. Дифференциальный поршень привода поворотного устройства под давлением сжатого воздуха действует на фигурный диск с защелкой при помощи штока. Защёлка входит в зацепление с храповым колесом и поворачивает его вместе с диском свеклорезки. Поршень привода поворотного устройства управляется посредством дифференциального электроклапана от кнопки управления. При каждом импульсе диск свеклорезки поворачивается на 1,22 оборота, соответствующего интервалу между смежными ножевыми рамами. После замены всех ножевых рам дифференциальный поршень привода возвращается в своё первоначальное положение, при этом зажигается лампочка белого цвета и свеклорезка готова к дальнейшей работе. В исключительных случаях, если при пуске электродвигателя привода свеклорезки диск не вращается, можно помочь пуску включением дифференциального поршня. Главный вал свеклорезки приводится в движение посредством пары косозубых шестерён. Этот вал устанавливается на роликоподшипниках и упирается в нижней части на шариковую опору. Косозубые шестерни, главный вал и подшипники помещаются в картер и представляют собой подвесной редуктор. Наибольший интерес из узлов дисковых свеклорезок представляют диски – устройство для предохранения от порчи ножей при попадании тяжёлых примесей. Диски бывают правого и левого вращения. Обычно диски изготавливаются составными. Наружная часть диска, которая ослаблена отверстиями для ножевых рам, изготавливается из литой стали лучшего качества, а внутренняя вместе со ступицей – из чугуна. Наружная и внутренняя части диска соединяются различными способами. На слайде представлен диск свеклорезки с нижним приводом. Он состоит из наружного стального кольца 1 с отверстиями для ножевых рам и чугунной внутренней части диска со ступицей 2. Стальное кольцо плотно соединено с диском ступицы и установлено на шпильке 8. Такая конструкция позволяет заменять стальное кольцо при полном его износе. В процессе работы на стальной части круга появляются канавки и раковины. При определённой их глубине стальную часть диска протачивают. После двух-трёх проточек её меняют. Обычно стальная часть диска служит от 5 до 6 производственных сезонов. Отверстия в диске для установки рам выполняются по третьему классу точности. Для того, чтобы ножевая рама 4 не провалилась вниз, в нижней части продольных стенок отверстий диска прикрепляются планки 6 при помощи болтов 5. Верхняя часть рамы после её установки в отверстие диска должна находиться в одной плоскости с верхней частью стального кольца диска. При ремонте диска его обычно протачивают вместе с установленными рамами. На слайде представлена схема диска свеклорезки с верхним приводом. Он, так же как и выше приведённый диск, имеет стальное кольцо 1 с отверстиями для ножевых рам, которое крепится к ступице при помощи заклёпок или болтов. Диск свеклорезки, изображённый на слайде, отличается наличием ремонтных накладок 2, 3 и 4. Накладки можно менять при ремонте диска, что сохраняет его стальную часть. Диаметр диска свеклорезки зависит от её производительности. Обычно диаметры дисков бывают в пределах от 1,5 до 2,5 метров. Число ножевых рам зависит от диаметра диска. В малых дисках размером до 1,5 метров помещаются от 12 до 14 рам. В средних дисках диаметром до 2 метров от 16 до 18 рам. И в больших дисках диаметром более 2 метров от 20 до 26 рам. Схема предохранительного устройства представлена на слайде. Предохранительное устройство устанавливается на обоих зажимах корпуса 15 свеклорезки. Оно состоит из крышки 9 с ребрами 6. Крышка крепится шарнирно при помощи двух серёг 7 и оси 21 к зажимной части 8 корпуса свеклорезки. На одной оси с крышкой установлена рамка 5. К этой рамке жестко прикреплен цилиндрический корпус 4, внутри которого имеется пружина 19, которая нижним концом опирается на диск 20, повернутой к крышке 9, а верхним концом на крышку 17, которая при помощи приваренной к ней гайки перемещается в резьбе цилиндрического корпуса, что позволяет регулировать затяжку пружины. Через центральное отверстие крышки свободно проходит вертикальный стержень 18, имеющий на одном конце резьбу и контргайку 16, а другим концом приваренный к опорному диску 20. Стержень с гайкой ограничивает перемещение вверх цилиндрического корпуса пружины. Пружина прижимается к крышке предохранительного устройства при помощи рукоятки 2, которая для этого имеет зуб 3. Рукоятка шарнирно соединена с корпусом свеклорезки. Для регулировки устойчивости рукоятки в нее завернут регулировочный болт 1 с головкой под ключ. Рабочее усилие нажатия пружины предохранительного устройства зависит от требований эксплуатации свеклорезки. Оно регулируется с помощью клапана 17. Рабочее усилие нажатия пружины предохранительного устройства регулируется с помощью крышки 17. Натяжение пружины увеличивается приблизительно на 0,2 кПа, если крышку повернуть влево на один оборот. Обычно в рабочем состоянии рукоятка 2 находится в вертикальном положении и крышка 9 не должна открываться, если тянуть вверх одной рукой за ручку 22, прикрепленную к рамке. При попадании твердых тел вместе со свеклой в свеклорезку они увлекаются диском в узкую часть зажима и воздействуют на крышку предохранительного устройства. При определенном нажатии на крышку усилие через пружину передается на рамку, которая сбрасывает рукоятку. На цилиндрическом корпусе пружины имеется рычаг 10, который при срабатывании предохранительного устройства размыкает контакты путевого выключателя 11 и выключает привод свеклорезки. Для извлечения посторонних тел открывают полностью крышку предохранительного устройства. В случае попадания посторонних примесей больших размеров, которые заклиниваются между диском и стенками прижима, необходимо повернуть диск свеклорезки вручную. Для этого вводят рычаг в отверстие, имеющиеся на наружном шкиве центробежной фрикционной муфты привода свеклорезки. После извлечения примесей закрывают крышку, которая своим рычагом замыкает контакты путевого выключателя и свеклорезка готова к пуску. На крышке 14 люка для замены ножевых рам также имеется рычаг 12 для замыкания контактов путевого выключателя 13. В случае замены ножевых рам привод свеклорезки не может быть выключен до тех пор, пока не будут закончены работы по замене ножевых рам и крышка не будет поставлена на свое место. При закрывании крышек предохранительного устройства и люка для замены ножевых рам необходимо следить, чтобы поверхности, по которым они соприкасаются, были чистыми. Дисковые свеклорезки потребляют меньше энергии для привода, но имеют существенные недостатки, к которым относятся 1. Невозможность контролирования качества свекловичной стружки, выходящей из каждой рамы. В связи с различной скоростью резания по длине ножей в рамах свекловичная стружка выходит не от народного качества. Невозможность замены ножевых рам в процессе работы свеклорезки. 2. Невозможность замены ножевых рам в процессе работы свеклорезки. 3. Привод свеклорезки должен иметь большой пусковой момент, так как приходится часто включать свеклорезку, наполненную свеклой. Барабанные свеклорезки не выпускаются отечественной промышленностью. В них, так же как и в дисковых свеклорезках, невозможна замена ножей в процессе резания. И коэффициент использования ножей составляет всего 0,5. Кроме того, вследствие неравномерного прижима свеклы по дуге резания ухудшается качество свекловичной стружки. Посмотрим, какие производители выпускают барабанные свеклорезки. Сейчас на экране вы видите запись страниц сайтов производителей, которые выпускают барабанные свеклорезки. Ссылки на сайты производителей барабанных свеклорезок вы можете найти в описании к этому видео. Ножи и ножевые рамы. Ножи. В отечественной сахарной промышленности применяют свеклорезные ножи, фрезерованные из углеродистой и инструментальных сталей. И ножи Гойлера. Штампованные из листовой высокоуглеродистой стали. Формы режущего лезвия различной конструкции диффузионных ножей представлены на слайде. Штампованные ножи имеют только одну форму, представленную на рисунке А. Фрезерованные ножи изготавливаются с различной формой режущего лезвия от А до Д. Ножи с формой лезвия, изображенной на рисунке А, называются кенигсфельдскими. На рисунке Б чижика. На рисунке В плоские гребенчатые. И на рисунках Г и Д пальцевидные или специальные. Стандарт предусматривает изготовление ножей двух типов. Безреберные тип 1 и ребристые тип 2. В трех исполнениях. А левый, Б правый и О обезличенный. Ножи типа 1 исполнения А и Б имеют шаг 6, 7, 8, 9, 10 и 12 миллиметров. С профилем 75 градусов. Ножи типа 2 исполнения О и А, Б имеют шаг 5 и 6 миллиметров с профилем 90 градусов. Ножи должны поставляться заводом-изготовителем в закаленном до определенной твердости состояния. Переточку ножей предусмотрено производить шлифовальными кругами, входящими в комплект поставки ножей, а также кругами из кубанита. Ножи чижика, системы Голлера и кенигсфельдские применяются для изрезывания здоровой свеклы. Для переработки мерзлой свеклы применяются пальцевидные ножи. Рисунок Г. В случае переработки деревянистой свеклы и высадков, убодривляют ножи с формой режущего лезвия, представленного на рисунке Д. Ребристый плоский фрезерованный нож, рисунок В, очень сложен в изготовлении и применяется для получения очень толстой свекловичной стружки. На отечественных сахарных заводах наибольшее распространение получили диффузионные ножи чижика, которые изготавливаются для центробежных и дисковых свеклорезок Шебекинским машиностроительным заводом. В зависимости от конфигурации ножа, способа крепления его в ножевой раме и размера, завод выпускает 8 типов ножей. Каждому типу ножей присвоен определенный номер. Номера ножей по техническим условиям приведены в таблице на слайде. Сейчас на экране вы видите запись сайта Шебекинского машиностроительного завода. Демонстрируются страницы, на которых приведено описание фрезерованных ножей для свеклорезок. Диффузионные ножи изготавливаются в соответствии с техническими условиями. Расстояние между ребрами соседних режущих лезвий называется шагом или делением ножа. И для каждого типа ножей может быть равным 4, 5, 6 и 8 мм. Свеклорезные ножи типа 1003, 1009, 1010, 1011 и 1013 для крепления в раме имеют два круглых отверстия под болты с головками в потай. Ножи типа 1002 для крепления имеют пазы, расположенные под углом 60 градусов. А ножи типа 1012 и 1017 пазы под углом 90 градусов к продольному торцу ножа. В первом случае зазор между регулирующей планкой ножевой рамы и торцем ножа устанавливается при помощи перемещения планки. А во втором при помощи перемещения ножа. На слайде представлен фрезерованный нож чижика типа 1012 для центробежных свеклорезок. На этом же слайде представлен нож чижика типа 1010 для дисковых свеклорезок. Применяются также штампованные ножи Гойлера. Рисунок А. Кенигсфельдские. Рисунок Б. И плоские. Рисунок В. Плоские ножи просты в изготовлении. Затачивать их можно в закаленном состоянии на плоскошлифовальных станках, что повышает их долговечность и качество режущей кромки. Режущая поверхность ножей для дисковых свеклорезок фрезеруются по дуге, соответствующей среднему радиусу режущей поверхности ножа. Делается это для предотвращения излома свекловичной стружки, ее смятия и уменьшения трения свеклы, режущую поверхность ножей. Ножевые рамы. Ножи закрепляются в ножевых рамах, конструкции которых зависят от типа свеклорезки и конструкции ножей. Все существующие ножевые рамы можно разделить на два типа. Рамы для центробежных свеклорезок и рамы для дисковых свеклорезок. Независимо от типа, рамы могут быть с подвижной регулирующей планкой и неподвижными ножами, и с неподвижной регулирующей планкой и подвижными ножами. На слайде представлена рама для центробежной свеклорезки с неподвижной регулировочной планкой и подвижными ножами. В таких рамах при регулировке зазора между режущей кромкой ножа и планкой необходимо перемещать нож, а поэтому он должен иметь продолговатые пазы для крепления его к раме. В стальном литом корпусе 1 рамы имеются отверстия 2 для крепления регулировочной планки, паз 3 под углом 3 градуса 30 минут, в котором перемещается клин 6, отверстие 4 для крепления ножей, и фигурный паз 5 для установки болта, которым регулируется положение рамы по высоте корпуса свеклорезки. На слайде представлена ножевая рама для дисковой свеклорезки с левым вращением диска. В такой раме зазор между режущей кромкой ножа и планкой 7 регулируется при помощи перемещения ножей, имеющих круглые отверстия для крепления. Для этого приливы рамы имеют продолговатые отверстия 2, в которых устанавливаются болты для крепления ножей. Корпус рамы имеет 2 выступа 3 и 6, а внутренняя поверхность которых обрабатывается по радиусам с таким расчетом, чтобы ширина впадины рамы была равна ширине кольцевого пространства корпуса дисковой свеклорезки. Для регулировки положения планки по высоте имеются паз 4 с уклоном 1 к 15. Регулировочная планка крепится при помощи болтов, проходящих через отверстие 5, а ножи при помощи болтов, вставляемых в отверстие 2. Для того, чтобы вынуть ножевую раму из гнезда диска, в выступах ее имеются отверстия 1, в которые вставляются штыри съемника. Кроме ножевых рам, центробежные свеклорезки имеют глухие рамы. Число последних соответствует числу рабочих ножевых рам в свеклорезке. Применяются они при замене ножевых рам или для регулировки производительности свеклорезок, имеющих привод с постоянной частотой вращения. При замене ножевых рам глухая рама становится на место рабочей рамы, которую необходимо заменить. В период установки рабочей рамы она выталкивает глухую раму и становится на ее место. Крепится она при помощи штифта 2, который заходит в отверстие корпуса свеклорезки и прижимается пружиной 3. В тех случаях, когда производительность свеклорезки больше производительности диффузионной установки, необходимое число ножевых рам заменяют глухими. При этом глухие рамы устанавливают равномерно по окружности корпуса, чередуя их с рабочими ножевыми рамами. Глухие рамы подгоняются в пазах корпуса так же, как и рабочие ножевые рамы. Они протачиваются вместе с корпусом свеклорезки для того, чтобы их поверхность не выступала внутрь корпуса свеклорезки или не образовывала впадин. Рамы должны изготовляться из твердой, но не хрупкой стали для того, чтобы они имели достаточную механическую прочность и быстро не изнашивались. Рамы выполняются простыми в конструктивном отношении с полной взаимозаменяемостью деталей. Они плотно подгоняются в гнездах дисковых свеклорезок или в направляющих пазах корпуса центробежных свеклорезок. Для более полного обессахаривания свекловичной стружки на диффузионной установке большое значение имеет однородность формы стружки и равномерная ее толщина. Это требует совершенно точной установки ножей в рамах и рам в корпусе или диске свеклорезок. В связи с тем, что практически трудно достичь большой точности установки ножей в рамах и рам в свеклорезках, и кроме того, свекла в процессе изрезывания смещается относительно режущей кромки ножей, получают не более 50% от народной стружки правильной формы. Обычно получают свекловичную стружку прямоугольного сечения, пластичатую, и кровелеобразную, желобчатую. При установке ножей в рамы необходимо соблюдать некоторые особенности. Фрезерованные ножи чижика, кенигсфельдские и штампованные гойлера устанавливаются в рамах различно. При применении ножей чижика можно получить свекловичную стружку желобчатой формы и пластинчатую. Для получения желобчатой стружки ножи чижика во всех рамах устанавливаются так, чтобы вершины и ребра ножей точно совпадали. То есть в дисковых свеклорезках располагались по соответствующим концентрическим окружностям, а в центробежных – по окружностям, лежащим в одной горизонтальной плоскости. При такой установке надрезы ножа при работе резки точно совпадают с надрезами от ребер предыдущего ножа, чем и обеспечивается получение правильной желобчатой стружки. На слайде представлены схемы получения желобчатой стружки при помощи ребристых фрезерованных ножей чижика. После первого ножа получается пятигранная стружка, а после всех последующих ножей – желобчатая. После каждого среза свекла перемещается к режущей кромке ножей на определенное расстояние. Для получения стружки квадратного сечения ребристые ножи устанавливают так, чтобы вершины каждого последующего ножа были сдвинуты относительно вершин предыдущего на половину шага. Пластинчатая стружка получается, если вершины каждого последующего ножа сместить на величину равную примерно 0,7 толщины стружки. При этом ребра ножа в резании свеклы не участвуют, и каждый нож срезает свеклу только одной гранью треугольника. В этом случае производительность свеклорезки по сравнению с производительностью, когда она работает на желобчатой стружке, снижается примерно на 30-35%. Установка ножей в рамах для получения пластинчатой стружки осуществляется при помощи специальных шаблонов кондукторов. Все ножи – кенигсфельдские, гойлеровские, пальцевидные и для высадков – позволяют получить свекловичную стружку хорошего качества лишь тогда, когда в каждой ножевой раме они сдвинуты на половину шага по сравнению с предыдущей рамой. Для того, чтобы отличать такие ножи друг от друга, их разделяют на четные и нечетные при четном числе рам. Схема получения желобчатой стружки кенигсфельдскими и гойлеровскими ножами представлена на слайде, на рисунке Г. свекловичная стружка получается желобчатая двух профилей. При изрезывании ножами, установленными в нечетные рамы – 1, 3, 5 и так далее – большая желобчатая, а в четные – 2, 4, 6 и так далее – малая желобчатая. Свекла перемещается к режущей кромке ножей не после каждого среза, а через один, благодаря чему и получается желобчатая стружка. Режут свеклу не всей режущей кромкой, а поэтому производительность таких ножей меньше по сравнению с ножами чижика. При работе с кенигсфельдскими и гойлеровскими ножами на их установку необходимо обращать особое внимание, так как при небольшом смещении ножей относительно друг друга стружка получается самой разнообразной формы с большим содержанием мезги. При помощи плоских фрезерованных ножей и пластинчатых ножей с гребенкой получают пластинчатую стружку. Ширина стружки зависит от шага ножа. Свеклорезные ножи устанавливаются по два в каждую ножевую раму и закрепляются при помощи болтов с потайной головкой. Угол между плоскостью ножа и плоскостью рамы составляет для получения пластинчатой стружки около 6 градусов, для желобчатой 4 градусов. На слайде показана установка рамы с ножами в корпусе центробежной свеклорезки. Для врезания в свеклу лезвие ножа должно возвышаться над планкой на некоторую величину А, причем необходимую высоту подъема ножа регулируют планкой 1, расположенной перед ножом. Планка поднимается и опускается при помощи стального клина 5. Выходящая из-под ножа стружка не должна изгибаться и ломаться. А поэтому лезвие ножа устанавливают на некотором расстоянии от планки, которое называется зазором. Для правильной установки ножей в рамы пользуются шаблонами. При наборе ножей в раму необходимо, чтобы лезвие ножей возвышалось над планкой на одну и ту же величину и с одинаковым зазором. Величины подъема и зазора ножей зависят от качества перерабатываемой свеклы, формы получаемой стружки и размера шага ножей. Для изрезывания свеклы наиболее часто применяются ножи с шагом 5 мм. Увеличивать подъем ножа в раме свыше 4 мм нельзя, так как это приведет к получению гребешков. Установка ножей в рамы дисковых свеклорезок производится так же, как и в рамы центробежных свеклорезок. В центробежных свеклорезках ножевые рамы с ножами во время работы свеклорезки находятся в неподвижном состоянии, но их можно перемещать вверх и вниз в пазах корпуса, а значит и регулировать качество получаемой стружки. Для регулировки положения рам в период работы свеклорезки применяется несколько приспособлений. На слайде изображено одно из таких приспособлений. Оно состоит из шарнирно-вращающейся накидной планки 2, которая заводится своим вырезом на болт 4, укрепленный на корпусе свеклорезки с правой стороны каждого гнезда. В центре планки имеется отверстие с резьбой, в которое ввинчивается регулировочный болт 3. Болт имеет выточку в нижней части, при помощи которой он соединен с ножевой рамой 5. Путем вращения регулировочного винта, при одновременном наблюдении за качеством получаемой свекловичной стружки. Находят наилучшее положение ножевой рамы. Заточка ножей. В процессе работы ножи тупятся, а часто и повреждаются при попадании в свеклорезку тяжелых примесей. Обычно до полного износа рабочей режущей поверхности каждый нож подвергается 5-6 кратному восстановлению. Восстановление ножей состоит из следующих операций. Правка, торцовка, отжиг, фрезерование, точка, закалка и отпуск. Перед правкой ножи обмывают теплой водой, затем их правят ударами молотка при помощи специальных оправок или на рычажных прессах с применением специальных матриц и пуансонов. После этого ножи торцуют на торцевальных станках при помощи мелкозернистых карборундовых кругов, диаметр которых 450-600 мм. Частота вращения 400-600 оборотов в минуту. Обычно ножи торцуют под прямым углом, образующимся между плоскостью торцовки и направлением вершины конька. В случае изрезывания волокнистой свеклы угол увеличивают до 120 градусов. После торцовки и отжига ножей с их режущей кромки снимают заусенцы и окалину. Затем ножи фрезеруют на станках со специальным суппортом. При помощи мелконасеченных фрез диаметром 125-150 мм. Толщина фрез должна быть несколько меньше шага ножа. Частота вращения фрез составляет 50-70 оборотов в минуту. Назначение фрезерования ножей придать режущему лезвию ножа постепенный плавный переход от утолщенной части к режущей кромке на длине 10-15 мм. Толщина лезвия при этом составляет от 0,25 до 0,5 мм. Окончательная бритвенная заточка ножей осуществляется специальными напильниками и заключается в снятии с лезвия ножа узкой фаски шириной 0,5 мм. Закаливание отточенных ножей производится в ванне с расплавленной поваренной солью при температуре 800 градусов Цельсия в течение 5 минут с последующим охлаждением в воде при температуре 15-20 градусов Цельсия. Отпуск ножей производится в ванной с расплавленной селитрой при температуре 400 градусов Цельсия в течение 3-5 минут. После этого ножи остывают на воздухе. Термическая обработка ножей играет существенную роль в их эксплуатации. Важное значение имеет закалка ножей. При закалке ножи получают два противоположных качества – высокую твердость и хрупкость. Хорошо термически обработанные ножи обладают высокой твердостью и малой хрупкостью. Отточенные ножи моют в горячей воде, просушивают, смазывают маслом для предохранения от ржавчины и хранят в сухом месте. Выше изложенный метод восстановления ножей металлоемок и мало производителен. Качество режущей кромки ножей получается неудовлетворительным с частотой 4-го и 5-го классов. Многократная термическая обработка снижает прочность ножа и его режущей кромки. Увеличение срока службы ножей может достигаться методом электролизного барирования поверхности ножей и заточки ножей дисками из сверхтвердых материалов. Сущность способа, позволяющего коренным образом изменить технологию восстановления ножей, заключается в следующем. Свеклорезный нож подвергается закаливанию на всю рабочую длину один раз и при восстановлении затачивается кубанитовыми кругами до полного его износа. Кубанит – это кубический нитрит. Кубанит представляет собой синтетический сверхтвердый материал, по твердости приближается к алмазу, но имеет более высокую термостойкость. Применение заточки ножей кругами из-за кубанита позволяет получить минимальный радиус закругления режущей кромки, незначительную неровность поверхности заточки и высокий класс чистоты поверхности. Данный способ позволяет улучшить качество свекловичной стружки и увеличить производительность по сравнению со старым способом в 2-2,5 раза. Эксплуатация и ремонт свеклорезок. В период ремонта, а также при установке свеклорезок, необходимо строго соблюдать зазоры между подвижными и неподвижными частями свеклорезки. Движущиеся части свеклорезок, улитка и диск, должны быть тщательно сбалансированы с валом. При монтаже диска свеклорезки необходимо проверить горизонтальность его установки. Отклонение на сторону должно быть не более 0,1 мм. Зазор между торцем контрножа улитки центробежной свеклорезки и режущей кромкой ножа по всей высоте должен быть не более 1,5 мм, а вертикальный зазор между кольцами улитки и корпусом свеклорезки не более 1 мм. Рамы тщательно подгоняются в гнездах и пазах. Во время работы свеклорезки они должны сидеть плотно и без шатаний и при необходимости свободно выниматься. Рабочая поверхность рам при этом образует с внутренней поверхностью корпуса центробежной свеклорезки или с рабочей поверхностью диска дисковой свеклорезки одну плоскость без выступов и впадин. Рабочие, обслуживающие свеклорезки, внимательно прислушиваются к работе свеклорезки. Попадание посторонних предметов в свеклорезку вызывает характерный звук. При появлении таких звуков свеклорезка немедленно останавливается. При изрезывании волокнистой свеклы, которая забивает режущие лезвия ножей, следует продувать ножи паром или воздухом. Для наблюдения за количеством свеклы в бункере свеклорезки необходимо в удобном месте иметь окно с решеткой. На заводах, где длительное время перерабатывают мерзлую свеклу, которая смерзается в бункере и плохо поступает в корпус свеклорезки, устанавливают царгу высотой от 300 до 500 мм с продольными металлическими прутьями. Через отверстия в царге разрушают смёрзшуюся свеклу. Для нормальной работы свеклорезки и получения свекловичной стружки хорошего качества необходимо, чтобы уровень свеклы в бункере свеклорезки имел постоянную высоту, которая составляет для центробежных свеклорезок 0,8 м над нижним краем рабочей рамы, а для дисковых 1,5 м над диском. В процессе работы свеклорезки необходимо наблюдать за качеством свекловичной стружки. Если оно низкое, то следует продуть рамы. Если продувка не помогает, следует сменить ножи. Для нормальной работы завода необходимо заготавливать в сутки по 10-12 ножей на каждые 100 тонн перерабатываемой свеклы. В обороте обычно находится не менее 6 комплектов свеклорезных ножей. Пусковые устройства привода свеклорезки необходимо устанавливать на площадке обслуживания свеклорезки, чтобы пуск мог производить лишь тот рабочий, который обслуживает свеклорезку. Все вращающиеся части свеклорезки закрывают специальными кожухами. Мы рассмотрели классификацию свеклорезок, их устройство, принцип действия, а также конструкцию ножей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик уведомления и делитесь этим видео в ваших социальных сетях. Желаю вам всего доброго и до новых встреч!